Добрый день дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о чуде на горе Фавор. По прошествии дней шести взял Иисус Петра Иакова и Иона брата Иго и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними и просеяло лице Иго как солнце. Одежды же Иго сделались белыми как свет. И вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь сделаем здесь три кущи. Тебе одну и Моисею одну и одну Ильи. Когда он еще говорил все облако светлое осенило их и се глаз из облака глаголющий. Сей есть сын мой возлюбленный в котором мое благоволение. Иго слушайте. И услышав ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус приступив коснулся их и сказал. Встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои они никого не увидели кроме одного Иисуса. В честь этого события установлен праздник преображения Господне и написана икона. Гора Фавор располагается в девяти километрах от Назарета в восточной части Изреевской долины в Нижней Галилее. С тех пор прошло много лет. Сейчас на горе Фавор находятся два монастыра. Православный и католический. К началу 20 века в юго-западной части вершины Фавора был построен католический францисканский монастырь, который занимает территорию крепости, построенной мусульманами в 13 веке. В этом монастыре на развалинах храма времен крестоносцев и более ранних развалинах построена базилика преображения Господня. Рядом сохранились остатки византийского монастыря. В северо-восточной части Фавора находится греческий православный женский монастырь. Храм в монастыре достроили и осветили 6 августа 1862 года. Он имеет три престола. Центральный в честь преображения. Южный в честь пророков Моисея и Элии. Северный в честь святых Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского. В монастырском храме хранится чудотворная акафистная икона Божией Матери. А в пределье пророков Моисея и Элии видны камни древнего храма и фрагменты византийской мозаики. На принадлежащей монастырю территории находится пещерный храм Мелхиседека. В греческом православном храме совместно служат греки, православные арабы и русские. В праздник преображения на горе происходит удивительное явление. Каждый год в ночь на 19 августа много верующие приезжают в Палестину в женский монастырь преображения Господня. Для того, чтобы своими глазами увидеть это чудо. Облако опускается на православный храм во время божественной литургии, окутывая всех присутствующих. Сначала облако небольших размеров. Потом оно увеличивается и опускается на людей. По рассказам монахини. Как только вынесли чашу со святыми дарами, епископ Сергий благословил всех выходить на улицу и причащаться там. И сразу же в небе появились облака. Они проплывали над головами молящихся. Радости и ликованию собравшегося народа не было предела. Люди распевали молитвы. Крестились. Некоторые плакали. Начавшись после трех часов ночи чудо продолжалось примерно час. На рассвете над Фавором опять появились облака. В греческом храме началась утренняя литургия. Облака устремились к православному храму. Но проплыв над храмом они исчезли на подступе к католической базилике. В 2010 году проводились исследования этого явления. Ученые говорили, что в таком сухом летнем воздухе образование тумана или облаков просто невозможно. Настроив свою аппаратуру научная комиссия стала ждать и облако появилось. Все вокруг осеняют себя крестом. В окошке монитора отчетливо видны колыхания туманной массы. Комиссия признала чудо, но объяснить появление облака не смогла. Чудо это происходит только в день православного празднования Преображения Господня. Католики отмечают этот праздник в другой день. Монахини из Горнинского Монастыря в Палестине рассказала. На утренней литургии во время праздника Преображения Господня на горе Фавор пели поочередно два хора. Облако внезапно появилось над поющими. Когда запел другой хор, благодатное облако переместилось туда. Затем стал петь первый хор, облако вернулось к нему. И так продолжалось всю службу. Другой очевидец рассказал. Схождение благодатного облака происходит только на территории православного монастыря. Во время богослужения над верующими проносится светящийся шар. Затем над крестом храма Преображения возникает облачко. Оно увеличиваясь в размерах, опускается на верующих. Накрывает их и обдает живительной прохладой. На этом на сегодня все. Продвижение канала зависит от ваших лайков и комментариев. Если вам не понравилось видео, или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Храни вас Бог!